Вы смотрите телеканал Дом. Меня зовут Анна Нитченко. Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, какие книги читать во время карантина. И с нами на связи по скайпу литературный обозреватель, критики и публицист Юрий Володарский. Добрый день. Здравствуйте. Юрий, ну психологи говорят сейчас самое время взяться за литературу и прочитать все, что давно откладывали на потом. На чем же остановиться? Тут сразу встречный вопрос будет. А кому? Кому, собственно, останавливаться? Дело в том, что читатели бывают очень разные. Есть читатели продвинутые, которых интересует только литература так называемой высокой полки. Есть те, кто читает жанровую литературу, детективы, фантастику, женские розовые романы. И для каждой из этих категорий, конечно, рекомендации будут свои. Но раз уж вы обратились ко мне, то поскольку я не читаю жанровой литературы почти, то, естественно, рекомендации будут по поводу литературы высокой. И вот чего-то вдруг мне пришло в голову, даже я понял потом, почему мне пришло в голову это рекомендовать. Один из последних нобелевских лауреатов – это Ольга Токарчук, польская писательница с украинскими корнями. Кстати, мы можем гордиться, что среди наших тоже есть нобелевские лауреаты, даже если они не совсем наши. Один из лучших романов Ольги Токарчук – это роман «Бегуны». На самом деле речь там идет вовсе не о бегунах-спортсменах, а бегуны в данном случае – это люди, которые перемещаются. И в этом есть некая такая ирония. Клин клином вышивают. Почему бы на карантине не почитать роман о людях, которые в данное время просто невозможные? Потому что никто уже никуда не бежит. В смысле? Интересно. Не летает на самолетах, не ездит на поездах, не перемещается на автобусах, не путешествует. В общем, никуда не бежит. Хотя на самом деле этот роман прежде всего о беглецах от самих себя. Юрий, а какие еще, как вы считаете, какие еще новинки стоит найти, возможно, в интернете, купить, скачать? Что еще следует? У меня, опять-таки, несколько разных рекомендаций для разных любителей литературы. Для тех, кто любит загадочные притчи, я порекомендую роман Софима Кинтош «Исцеление водой». Там, в общем, тоже своеобразный такой карантин, потому что действие происходит на острове, где обитает отец, мать и трое сестер. Отношения между ними очень странные. Они практикуют странные ритуалы. Потом отец исчезает, а на острове появляются трое мужчин. Завязка такая достаточно интересная. И дальше тоже будет интересно, несмотря на то, что этот роман камерный и довольно-таки интровертный. Для тех, кто любит, скажем, имя Розы Умберта Эка, то есть исторические детективы с философской подоплекой, я бы порекомендовал роман Микаэля Ниеми «Творить медведя». Это роман о событиях в середине XIX века о Саамской деревне. Это север, за северным полярным кругом практически все дело происходит. А как вы считаете, Юрий? Да, у нас, к сожалению, всего лишь пять минут с вами хочется поговорить, часами можно с вами это все обсуждать, но хочется максимально у вас получить информацию все же за эти сроки. Как вы считаете, вот в такой период, период карантина, следует выбирать не трагическую литературу, или вот все-таки такие, как «Война и мир» Толстого, я не знаю, там «Парфюмер», «Зюзкинда» тоже могут зайти? Что выбрать? Более легкое? Это все очень индивидуально. Кому-то понравится более легкое, и, видимо, тем, кто читал легкую литературу, им понравится читать ту литературу, которая им полюбилась. А кто предпочитает литературу высокую, тот и будет продолжать высокую читать. Другое дело, что в этот период люди особенно подвержены стрессам, и поэтому, скорее всего, будут избегать тех тем, которые будут им об этом стрессе напоминать. Юрий, а что сейчас происходит с писателями? Насколько активно во время карантина готовят новые работы? Возможно, ожидать после окончания какой-то литературный бум? Хороший вопрос. И тут можно только предполагать. Не то, чтобы я каждый день связываюсь с друзьями-писателями и спрашиваю, что они делают. Но заметно по моей, по крайней мере, ленте в Фейсбуке, что поэты уже стали откликаться на злободневные темы. И некоторые их тексты посвящены не то, чтобы напрямую коронавирусу и пандемии, но, по крайней мере, вот этой ситуации и некоторой растерянности, которая возникла в мире в связи с пандемией. Что касается прозаиков, то сейчас, конечно, для них самое время засесть за какой-нибудь великий роман, за какую-нибудь нетленку. Потому что наша ситуация с карантином продлится, на самом деле, я уверен, в этом достаточно долго. В той или иной степени. Меры будут отнимены не сразу. Ну, по крайней мере, теперь у нас есть советы от вас, что стоит сейчас прочитать. Спасибо вам большое, литературный обозреватель, критик и публицист Юрий Володарский. Был с нами на связи по скайпу. Смотрите нас в эфире по будням в 16.30, а также подписывайтесь на канал Дом в Фейсбуке и Ютуб. Следите за событиями и узнавайте о главном в удобное для вас время.